Всем привет! В России распространяется новая схема мошенничества с недвижимостью. Количество пострадавших от нее уже составляет несколько сотен человек. Суть криминальной схемы такова. Когда граждане приходят получать займ, мошенники сообщают им, что если заложить квартиру, то сумма займа вырастет, а проценты по кредиту уменьшатся. При подписании документов жертвам предлагают не обычный договор, залога, а договор обратного выкупа. Согласно этому документу граждане, выражающие согласие продать свое жилье за сумму займа и заключают договор аренды. Как правило, размер суммы займа не превышает 25% реальной рыночной стоимости жилья, на которую покушают мошенники. После оформления сделки жертвам искусственно создают условия для возникновения просроченной задолженности, что является основанием для изъятия жилья, выдавшие займ организации. Как отмечает News.ru.com, сейчас в России также работают десятки мошеннических компаний, заключающих в сделке обратного лизинга автомобилей. Количество жалоб в ЦБ на такие фирмы превысило 200 штук. В ходе проверок Банк России выявил 70 таких псевдолизинговых фирм, подписывающих с гражданами мошеннические договоры. В ЦБ отмечают, что количество пострадавших от аферистов может быть большим, поскольку не все жертвы обмана понимают, куда им обращаться с жалобами. С вами был юрист по недвижимости Евгений Корсакин. Берегите себя и свою недвижимость. Обращайтесь за сопровождением к юристу. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова